Дорогие друзья, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». С вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов-Айдын. А в нашей студии специалисты, чья помощь нужна и важна тем людям, кто долгое время находится в недуге. И нужна такая помощь и самим людям, и их близким, их семьям. Я попрошу сейчас своих гостей представиться в нашей студии Наталья и Аграфина. Подробнее, пожалуйста, расскажите о себе сами. Здравствуйте. Меня зовут Иванова Наталья Ивановна. Я клинический и палеотивный психолог. На данный момент работаю в автономной некоммерческой организации «Долго жить психологом». Аграфина, пожалуйста. Добрый день. Я Филиппова Аграфина Михайловна. Работаю врачом-терапевтом в выездной палеотивной бригаде Республиканской больницы номер 3. Спасибо большое, что вы сегодня пришли в нашу студию, нашли время для того, чтобы рассказать нашим слушателям и зрителям о том, что в нашем городе существует такая помощь, палеотивная служба, медицинская, психологическая, куда могут обратиться люди и их близкие, кого коснулась неизлечимая болезнь. И как раз сегодня мы будем говорить о том, что это за болезни и в чём заключается эта помощь. Пожалуйста, кто начнёт, с какими болезнями ваши пациенты могут получить вашу поддержку, вашу помощь? Палеотивная помощь – это, как считается, дополнительная медицинская помощь, которая направлена не только на медицинскую помощь, но и плюс психологическая помощь, плюс уход за тяжело больными пациентами в терминальной стадии их болезни. В первую очередь это онкобольные в последних стадиях болезни и также хроническими заболеваниями их терминальной стадии. Это могут быть состояния после тяжёлых инсультов, тяжёлая форма деменции, болезнь Альцгеймера в последних стадиях, также после травм может быть, ну а также общие хронические заболевания терминальной стадии относятся к нам. Если обобщить эти заболевания, это те люди, которые не могут что? Ну, у которых уже исчерпаны все методы, ну уже отсутствуют другие методы, методы лечения уже отсутствуют. То есть медики от них отказались? Ну, не отказываются, а уже по основному заболеванию идёт прогрессирование только и каких-либо лечебных мероприятий уже невозможно провести. То есть лечение переходит только симптоматическое и обезболивание. В первую очередь это палиативная помощь, обезболивание и облегчение жизни пациента. А как можно человеку ещё, кроме того, чтобы обезболить, который вот в недуге, да, ну это онкобольные, там понятно, что кроме обезболивания, что ещё можно сделать? Деменция, что можно, как можно человеку помочь, вот вашим специалистам? Именно при деменции, именно помощь требуется близкому человеку в основном. Деменция это, ну крайне тяжёлая, к нам попадает уже в крайне тяжёлой форме, когда человек уже сам не осознаёт, и уже тут помощь нужна ухаживающим. То есть у нас комплексно идёт и пациент, и плюс родственники. Тут всё индивидуально. Например, онкобольному, ну терминально, вот в последних стадиях к нам попадают, да, но эти больные всё равно получают лечение, да, своё, продолжают химиотерапию. Ну, у них появляются вот эти другие симптомы, да, тогда уже идёт только облегчение и подготовка, например, следующая химиотерапия, вот наша цель, онкобольных, например. Когда уже есть пациенты со стомами, да, ну, катетеры, стомы, зонды, у некоторых гастростомы стоят, да, тут уже идёт речь об уходе, тут идёт обучение родственников уходу, динамическое наблюдение за пациентами, то есть пациент уже не может приходить в поликлинику, мы уже выезжаем им на дом, контролируем анализы, состояние, вот обучаем родственников, как правильно ухаживать. А при деменции там уже тоже, тут идёт уже совместная работа с психологами, в основном при деменции поддержка родственников, там тоже надо объяснять поведение, там один человек не может ухаживать долго с больным, ну, именно с деменцией. Да, чтобы как-то распределять нагрузку. И не зря ваши структуры, вы сотрудничаете, да, потому что плюс к медицинской помощи необходима помощь психологическая, вот как раз-таки о чём вы начали говорить, да, о том, чтобы как-то проинформировать близких, того человека, который болеет, как правильно с ним общаться, да, как к чему быть готовым, что какие-то, может быть, проявления, это не капризы человека, да, это побочные какие-то эффекты его заболевания. Наталья, расскажите, пожалуйста, в чём ваша помощь и кому вы помогаете, может быть, какие-то примеры. Ну, расскажу, наверное, как работает наше «Оно долго жить», да, автономная некоммерческая организация, она вообще создалась в виде вот этой проблемы, да, когда вот палеотивный пациент, он нуждается не только в медицинской помощи, но и зачастую, ну, как правило, ещё и в психологической помощи, в социальной помощи, в юридической, да, и поэтому, вот «Оно долго жить», она даёт комплексную поддержку и помощь. Работает уже третий год, психологи, мы, служба психологической палеотивной помощи, работаем с лета, с июля 2023 года, то есть… Совсем недавно. Да, совсем недавно. Вообще, я сама имею больше 20 лет опыта работы психологом. Большую часть своего времени я работала в сфере образования, немножко работала в правоохранительных структурах, да, и вот медицину я пришла вот с лета 2023 года и столкнулась, да, скажем, вот с тяжелобольными людьми и увидела, как они нуждаются в помощи, как они нуждаются и они сами, и они родственники, для поддержки, потому что это очень… Никто не застрахован же, да, человек в одночасье может получить такой статус. Да, конечно. Тот же инсульт, например, да, это может быть с кем угодно, абсолютно не считаясь ни с возрастом, ни с состоянием, да, ни должности. Не даже с образом жизни, да. Бывает, что очень правильно человек, да, всё соблюдает, режим, но и такие истории, что болезнь его касается. Да, и такие истории, деньги не помогают, да, то есть был человек социально активный, вёл такую жизнь, да, активную, и в одночасье остаётся один на один, или бы только со своей семьёй, да, с такой бедой. И очень сильно происходит, ну, как бы, горевание у них, и у родственников, да, тяжёлая болезнь, это всё равно горе. Конечно. И они проходят все этапы горевания. И в первую очередь тогда они нуждаются в помощи психолога. Вот, и я увидела, насколько это важно, нужно вот таким людям в помощи психолога. И поэтому здесь, как нигде, я чувствую, что я нужна, что я, наша работа очень нужна, и наша поддержка. Для специалиста, конечно, это очень важно. Я слушателям, зрителям хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире и говорим сегодня о палеоативной помощи. И помощь, нужно обязательно сказать, уточнить, что эта помощь предоставляется специалистами в нашем городе бесплатно. И, дорогие друзья, вы можете звонить по телефону 32 00 66, 32 11 66, и кому эта информация важна, нужна, пожалуйста, задавайте свои вопросы, или, возможно, какие-то комментарии относительно нашей темы. Мы будем рады вас услышать. Вы сказали, что вы поняли, что этим людям, людям, тем, кто болеет, их близким, их семьям нужна помощь. Как вы это поняли? С какими запросами к вам обратились люди? Ну, вот имея более 20 лет опыт работы психологом, приходя сюда в медицину и столкнувшись с палеоативными больными, я поняла, как будто что мои инструменты, мой арсенал инструмента психолога, как будто не работает. Это же совсем другое, когда человек... Ну, представьте, да, обычно, как работает психолог, кабинет, сидим друг напротив друга, да, задаём вопрос, анализируем и так далее, да. А когда это палеоативный больной человек, да, он не может не сесть, например, да, не подойти... То есть даже клинический психолог – это сложно. Да, конечно, поэтому палеоативный психолог – это такая узкая направленность, и именно вот умение работать с такими больными людьми. Это, как мы говорим, сплошные болевые условия, то есть прямо у койки, прямо у кровати, да, и не зная, что работает у человека, человек, может быть, вообще не двигается, не говорит или не слышит даже, не ведет. Вы сначала, наверное, его историю болезни смотрите? Да, мы смотрим, и опираясь на то, что у него сохранно, мы стараемся каждый раз подойти к человеку индивидуально. И он... Я вот говорю же, да, когда я только начала работать, и мы столкнулись с такой проблемой, да, и к нам очень помогла... У нас есть наставник-психолог, тоже палеоативный психолог, у нас с большим стажем работает в городе Новосибирске, её зовут Балатская Наталья Яковлевна. Мы с ней очень много контактируем, да, она приезжала к нам два раза, мы к ней один раз, и прямо тоже вот показывала мастер-классы тоже на полевых условиях, да, прямо у койки, да, с выездом на дом, и как можно работать, да, и прямо у нас всё изменилось, весь арсенал моих психологических, так скажем, упражнений, техник, да, всё, оно меняется. Поэтому палеоативная психология – это узкая направленность, и к этому надо специально учиться. Ну и болезнь, конечно, очень сильно меняет человека. Психология больного человека, она очень сильно отличается от других, да, вот. Только что я хотела сказать, да, и в нашей республике палеоативные психологи – это мы впервые. Клинических психологов, ну, довольно много, и мы часто встречаемся, а палеоативная психология – это только мы начали, и нас, ну, пока вот три человека в нашей службе, которые специализируются, наверное. Три человека – специалиста, а больных слишком много, или вы успеваете всё-таки? Нет, больных очень много, поэтому даже мы вот немножко ограничиваем, да, с одним человеком мы работаем три раза, ну, примерно так говорим, да, потому что не успеваем, это очень много обращений, и хотим вообще до будущего, чтобы вот такая направленность, да, узкая направленность, их было больше специально обученных психологов. Вы ведь работаете не только с человеком, который болеет, но и с теми людьми, которые его семья. То есть у вас получается, что задача усложняется в разы. В разы. У нас три в основном целевые аудитории, да, это сами пациенты, это их близкие, и ещё медперсонал, который работает с такими людьми. Это наши основные категории людей, которыми мы обращаем, ну, больше внимания. Медперсонал – это тоже очень такая шепительная тема, когда вот человек тоже истыщается, да, из дня в день, да, из года в год, видя тяжёлую болезнь, смерть людей, да, то есть по этому направлению мы тоже активно работаем. Ну а как же вы тогда успеваете? Такое количество людей? Или это будут какие-то групповые занятия, куда вы приглашаете в форме лекций? Да, в общем, у нас есть индивидуальные консультации, да, когда мы приглашаем, либо сами с выездом работаем. У нас есть групповые виды работ, где с пациентами тоже самые, да, и с родственниками группы поддержки имеются. И вот с медперсоналом тоже мы постоянно и проводим тренинги на выгорание, и групповые, ну, разные групповые виды работ. Несмотря на то, что у вас работы очень много, вы сегодня, цель того, что вы пришли в эфир сегодняшний, чтобы привлечь внимание к вашей службе, вы даже готовы назвать телефон, контактный телефон, по которому могут звонить люди, которым нужна такая помощь. Ну, это уже тогда идёт какой-то разговор о вашем выгорании. Или вы всё-таки справитесь? Конечно, справимся. У нас вообще вот оно долгожить, оно оказывает помощь шести разным направлениям. Это и прокат медицинских, например, противопролежней, простыней, да, это и ходунки, и тросточки, разные виды приспособления. У вас можно брать на прокат. Да, это оно долгожить, оно одолжено долгое время, бесплатно всё это. Также вот консультационные виды помощи, это и психолога, и врачей, и так далее, это тоже делает долгожить. Далее у нас есть респектная помощь, это социальная передышка, как мы называем. До 21 дня могут, ну, лежачие больного, да, тяжёлого больного положить в стационар, и там осуществляется очень хороший уход, и медицина, и мы там тоже находимся, да, мы тоже там же разговариваем с тем человеком, и в это время сам ухаживающий как бы отдыхает. Получает передышку вот такую. Также есть школа пациентов, которая еженедельно, каждую неделю мы проводим школу пациентов, то есть обучаем родственников по уходу, как им нужно ухаживать, как, ну, кормить и так далее, да. Каждый раз мы приглашаем новых специалистов, и специалисты прямо на деле показывают. У нас кабинет специально оснащённый, там есть кровать, да, именно для больных, все вот эти вещи, и прямо показывает там, обучает. И следующая помощь тоже очень не менее важная, это обучение сиделок. Специально обучаем сиделок, и потом они проходят стажировку у нас там на сестринском отделе, и потом их как предоставляем эти услуги семьям, у которых тоже вот некому больше смотреть, да, мало ухаживающие, ну и так далее, да, смотря, какая помощь нужна. У нас директора зовут Каратая Наталья Алексеевна. Сперва люди должны подойти к ней, она разговаривает, заполняет, ну, документы, да, согласие, анкеты маленькие, потом даётся вот карта помощи, и смотря по этой карте, человек получает помощь. Ну, как раз Аграфина говорила, что нельзя, чтобы за одним человеком, один человек долго, да, долгое время ухаживал за больным человеком, то это относится и к медперсоналу также. Насколько вам вот такая помощь нужна, что вот обучают именно быть вот в этой теме, палеоативной теме, такими уже специалистами? Вот. Вам, как медикам, насколько это нужно и важно? Эта помощь нужна нам, всё равно медсёстры в полном объёме не могут провести обучение, да. Мы же ездим выездами, и тоже обхватить, вот, по уходу тоже не успевают процедуры сделать, обучать тоже сложно, поэтому вот мы советуем, рекомендуем всегда посещать такие вот обучающие эти тренинги, вот эти, ну, обучающие встречи. Это облегчает задачу? Это облегчает задачу. Именно родственники обучаются, как правильно ухаживать, это большая помощь для нас. Когда пациент, ну, хороший уход, то уже и пролежнее не бывает, и истощение, да, больной очень истощается лежачий, и нутритивная поддержка, вот, они правильно кормят, правильно ухаживают, правильно вот эти... Уход за стомами тоже очень важен, да. Медперсонал круглосуточно же не будет рядом, поэтому такие обучения нужны нам, тоже помогают. Тогда, в общем-то, допустим, к одной семье, если там медсестра приезжала три раза в неделю, да, то если хорошее обучение, да, и медперсонал приехал, обучил близких этого пациента, то тогда она может один раз приехать в неделю, а остальное время потратить ещё на других пациентов, да, потому что уже домашние будут знать о том, как правильно ухаживать за своим родным человеком. Чего вот не понимают, может быть, на первых этапах близкие люди, которые сталкиваются с болезнью своего родственника? Что самое важное, вот в чём они теряются? Ну, страх, во-первых, сделать что-то неправильное, да, причинить боль. Либо они не принимаются, диагноз принимают, не воспринимают, они... Им тяжело бывает принять, вот, родной человек заболел, да, даже вот деменции, они могут как бы это не принимать, отрицать. И не воспринимать его уже вот в новом состоянии, да, этого близкого человека. Да, не могут, поэтому идёт уже конфликтные ситуации могут быть, да, из-за этого. Вот такие сложности бывают, но это в основном по деменции так. И отсюда тогда уже логично, если не воспринимают они родного человека в его болезни, да, то тогда они не готовы принять ту помощь, которая нужна ему, да, извне. То есть они не готовы делегировать, например, там, да, что нужно ещё подключить кого-то, какую-то нагрузку. Они, возможно, хотят это делать самостоятельно. Запускают такие вот тяжёлые уже случаи, могут только прийти. В ранних стадиях могли бы... Теряется время. А сколько времени необходимо близким людям, чтобы согласиться с диагнозом и с той болезнью, которая случилась с близким, с родным? Да, по-разному, наверное, да, вот как я говорила, вот все пять этапов принятия болезни, да, это сперва шок, потом отрицание, гнев идёт, да, и депрессия, и потом только принятие идёт. У каждого человека оно идёт по-разному. И надо помнить, что это не только касается больного человека, да, тот, кто заболел, но и его окружение. У нас сейчас короткая реклама. Дорогие слушатели и зрители, очень скоро вернёмся. Оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы говорим сегодня о палеотивной помощи, которая существует в нашем городе. Причём получить её можно совершенно бесплатно. Для тех людей, кто столкнулся с очень серьёзным заболеванием, и нет, к сожалению, надежды на то, что человек выздоровеет. В нашей студии сегодня специалисты, которые могут помочь таким людям, и не только самим заболевшим, но и их родственникам. Это Наталья Иванова, клинический психолог, и графина Филиппова, врач отделения выездной палеотивной бригады. О том, как получить такой статус палеотивный больной, какой алгоритм, что для этого нужно, насколько это сложно. Ведь мы говорим о том, что люди в таком недуге часто не могут встать даже с постели, либо не могут в социуме ориентироваться. И какие плюсы получения этого статуса, и какие минусы? Нуждаемость определяет лечащий врач пациента, а назначает статус – это врачебная комиссия. Когда устанавливается статус, передаётся к нам, выездным бригадам. В городе есть две бригады. Это пятая поликлиника занимается, медцентр города Якутска, и мы – РКБ номер три. У нас выездные бригады. Ну, плюс, сперва минус, наверное. Минус статуса – тут уже идёт человек с таким статусом не может получить реабилитационное лечение и санаторно-курортное лечение. Это вот большой один минус. У них вся надежда только на вашу службу получается. Да, потому что плюсы есть. Там уже идёт дополнительная медицинская помощь, выездное, именно на дому обслуживание, динамическое наблюдение, контроль. Это большой плюс для пациента, особенно для онкобольных. Мы говорим о больных такими заболеваниями, как рак, как деменция, как ВИЧ – последняя стадия, когда уже речь о спиде, туберкулёз – последняя стадия. Ещё какие заболевания дополните? Это после острых состояний, тяжёлые инсульты и сердечно-сосудистые заболевания в последних стадиях. Болезни дыхания, когда уже человек прикован к кислородному концентратору. Таких болезней много. Любая хроническая болезнь. Почечные болезни, когда уже диализ получить невозможно, уже тоже они к нам поступают. Какие пациенты? Не дай бог такое. Так тяжело, конечно. Даже говорить тяжело об этих заболеваниях, не то что ими болеть. Наталья, вы клинический психолог, как я уже вас представила, руководитель службы палеоактивной психологической помощи «Долго жить». Помощь называется «Долго жить», но вы помогаете тем людям, которым, в общем-то, осталось не так долго жить, с учётом того, что их заболевания прогрессируют и просто уже с этим невозможно ничего сделать. Главная задача наша – поддержка и уход. Улучшить качество жизни. Сколько бы ни длилось жизнь, не отказаться от человека, и каждый раз постараться улучшить его жизнь. Купировать боль, не унижать, дать человека до последней секунды относиться как к личности. И вот лучший уход дать ему. Вы говорите, не унижать является ли сказать правду одним из условий, как раз-таки не унижать, а общаться с человеком на равных, чтобы он понимал, что с ним происходит и сколько времени ему осталось? Когда нас обучали в палеоативной психологии, первое правило было не давать ложных надежд, потому что это палеоативная психология. То есть мы понимаем, с кем мы будем работать, и не нужно обнадёживать человека ложными словами. То есть говорить как есть, как к личности. Вот это всё хорошо, не переживай, такого не надо. Всё пройдёт, мы не говорим. Скоро будет хорошо, тоже не говорим. То есть говорим как есть, и об этой теме мы говорим с ним. Если человек готов, мы говорим об этой теме открыто. То есть с нами люди разговаривают о смерти, о том, что будет после смерти, как они принимают, боятся ли этого, и переживания того, что очень часто бывает, что они стали обузой для своей семьи, например. И часто бывает у нас такое, что сами родственники удивляются, когда мы приходим и начинаем разговаривать, что он так разговаривает, а он это ещё может. То есть когда мы показываем, что можно их даже развивать, находить хобби для него. Мы даже, бывает, что мы как бы решаем задачки даже. И родственники, бывает, что вот недавно было, на днях, когда мы съездили молодому человеку, который тоже инвалидность. Ну, в общем, он три года назад, избили его. И у него очень тяжёлое состояние, он не двигается, не говорит. И родственники, когда мы спрашивали, он говорил, нет, он уже не говорит, не может это делать, кто-то делает. И когда мы подошли и начали показывать карточки, указы, спрашивать вопрос, он всё отвечает правильно. И тоже родственники были, так сказать, шоки, очень сильно удивились. И мы показываем, что каждый раз мы можем найти, что сохранно у человека. И с помощью этих разных методов, методов можно развивать человека или хотя бы поддерживать его, чтобы стало ещё не хуже. То есть, несмотря на то, что люди понимают, что, в общем-то, да, дни их сочтены, они всё-таки радуются возможности жить, надеются на то, что у них получится дольше прожить. И поэтому всегда, говорю, мне не надо вот так, ну, как бы убрать ещё, тогда махнуть рукой, да, он всё равно не понимает. Нет, всегда есть возможность что-то сделать. Мы часто также у койки, так скажем, да, работаем, когда вот человек не может говорить, но у нас есть другие тогда методы, карточные методы, да, когда человек указывает. Если руки не двигаются, он только глазами, например, да, и каждый раз мы стараемся найти вот точку соприкосновения, что-то сделать. И всегда говорим, найдите хобби, найдите что-то такое, чтобы он не просто так лежал, смотрел потолок, да, что-то. Если руки двигаются, то пусть он что-то делает, например, да. А насколько сам больной это встречает с готовностью, идёт, ну, откликается на это? Привлекается очень сильно. Поэтому вот, поэтому, говорю же, удивляются, когда мы приходим, а человек начинает говорить, да, начинает радоваться и оживая. Ну, это вот прямо с первого вашего прихода или какое-то время нужно, чтобы человек... По-разному бывает, по-разному. Иногда бывает, что с первого прихода, иногда надо, чтобы человек привык, да. И мы работаем с стационаром же, стационаром, он довольно, как бы, долго же лежит, да, больше недели. И поэтому он в это время, ну, привыкает к нам и тоже с радостью приходит общаться и чем-то вот заняться. А какие слова поддержки вы говорите вот самому человеку заболевшему и его близким? Какие вот, есть какие-то у вас такие кодовые слова? На счёт кодовых слов, я не знаю, всё равно, как бы, индивидуально же, да. Но мы часто говорим ухаживающим, как в самолёте, когда вот идёт. Если разгерметизация салона, сперва надеваете вот маску на себя, только потом на детей, например, да. И когда мы разговариваем с родственниками, с ухаживающими, мы всегда тоже вот примерно так же работаем, да. То есть родственник, ну, не то что исселяет, да, через себя он как бы даёт уход человеку. То есть если он будет очень сильно выкрывший, да, уставший, но будет, ну, как бы машинально исполнять те же обязанности, да, ну, кормить, там, мыть, например, да, а у него ресурсов, энергии нету, да, тогда вот этот человек тоже очень сильно чувствует всё это. Поэтому всегда говорим о делегировании, о том, чтобы человек умел заботиться о себе сперва, и только потом о больных, о детях и так далее, да. Мы всегда обучаем этому, вот для родственников самые важные слова, а для тех самих пациентов тоже, ну, индивидуально бывает, но мы всегда смотрим, в каком состоянии. У нас есть, мы всегда с большой сумкой ходим, да, то есть в этой сумке у нас очень много там краски, гуаши, вот у нас есть пластилин, песок, да, пластиотерапия можем там же провести. Мы не знаем, как человек себя сегодня, как чувствует, вообще первый раз, когда идём, в каком состоянии человек, да, и исходя из того, в каком состоянии, в каком этапе принятия своей болезни, да, мы, исходя из этого, начинаем работать. Если человек уже принял свою болезнь, мы можем спокойно поговорить о смерти, например, да, если сам человек предлагает, то мы можем как бы, ну, как поговорить об этом спокойно, да, и что... А если вы работаете вот с такими вот людьми, которые уже понимают, да, что, ну, вот, они скоро умрут, о чём они о чём-то просят, чего они больше всего хотят? Они и их близки для себя. Вообще вот тема болезни, да, она уже, болезнь, она даёт не только плохое. И когда мы спрашиваем, ну, часто мы спрашиваем, что вам дала эта болезнь? И, не поверьте, иногда бывают люди, говорят только о положительных вещах. Например? Например, был мужчина, который... Онкология, тоже в последней степени, да, и он говорил, что с помощью этой болезни у него поменялась ценность в жизни. Он полностью изменил свой взгляд на жизнь. Он говорил, что, ну, раньше ему, э, жена и дети были, и были. Я особо там, как бы, не обращала внимания. А сейчас я прямо ценю, говорит. Каждый день, каждый миг, говорит, да, каждый вот ужин, например, да. Я с такой благодарностью, ценностью всё это воспринимаю, говорит. Он также, например, часто говорят, ну, когда заболел, он бросил, например, курить. И начал чувствовать запахи, все запахи мира, да, вот это дерево, да, листочка, цветочка, да. И такой запах, оказывается, ну, хороший, да. А как я все 50 лет это не чувствовала, например. Ну, много таких. Какие-то простые вещи приобретают, да, такую большую ценность. Дорогие гости, давайте для наших слушателей, для зрителей, кому эта тема близка, важна, расскажем о том, как к вам попасть, да. Ну, понятно, что вот уже если это медицинская помощь нужна, то через поликлинику, да, через свою поликлинику, которая может направить в поликлинику, которая выйдет на вас, да. Потому что у нас только две поликлиники в городе, да, которые имеют непосредственно выход на вас, правильно, на ваше отделение? Нет, в двух поликлиниках имеется именно вот выездная и политивная помощь. Это какие поликлиники? Это медцентр города Якутска, и вот наша поликлиника РКБ номер 3. Пациенты из других поликлиник направляются через врачебную комиссию, их поликлиник к нам. Понятно. Вот, а если нужна помощь психолога, то тогда вам могут позвонить даже люди, которые без... Не только обязательно психолога, да, вообще вот если даже у человека нету статуса, паллиативного статуса, он может всё равно, если он тяжело болен, если он лежачий, больной или имеет инвалидность, он может обратиться к нам в ОНО «Долго жить», и мы можем номер ещё раз озвучить. Да, телефон, я сейчас скажу, 8-914-2-3-7-4-2-9, верно? Да, верно. Значит, МТС-2-7-7-7-4-2-9. Это телефон психологической помощи паллиативной «Долго жить», куда могут люди обратиться, если нужна сиделка, если нужна какая-то консультация психолога для того человека, который болеет, либо для людей, которые за ним ухаживают, для его близких. Также, если нужны какие-то реквизиты в виде трости, да, реквизиты, я так сказала... Это вот прокат, мы сказали же, да, там же есть... Как правильно сказать, прокат медицинских изделий. Медицинских изделий. Ну, в общем, если что-то нужно для больного человека, то можно позвонить вам, уточнить, может быть, есть это в вашем арсенале. Консультационная помощь. У нас есть консультация врачей, в том числе психологов, да, и у нас есть выездная помощь, и обучаем сиделки, и также есть, обучаем родственников, школа пациента называется. Так что могут смело обратиться на этот номер, и лучше написать, потому что иногда бывает, что не успевает трубку, а на сообщение обязательно отвечает, назначает день и время, и после этого оказывает ту помощь, которым они нуждаются. Хорошо, спасибо. Но у вас очень, в общем-то, большой такой спектр, да, много чем вы можете помочь. И самое главное, дорогие друзья, что эта помощь бесплатна и очень важна. И когда такое случается в какой-то семье, да, это всё, меняется полностью уклад, режим семьи, да, меняется какой-то твой статус, да, которым ты ещё сам не можешь привыкнуть. Поэтому общение с такими специалистами, конечно, дорогого стоит. И когда готовилась к эфиру, я посмотрела, что слово «палиативный» от слова «пали» – это защита, как плащ, да, то есть вы, получается, такие защитники, как ангелы-хранители для тех людей, которым вот так и не просто пришлось. Где вы сами берёте ресурсы для того, чтобы не выгорать на своей работе, и почему вы решили вот всё-таки прийти вот в такую службу, в такое служение? – Ну, если от себя говорить, да, то… – Жили бы вы, жили как клинический психолог, а тут вот пришлось меняться. – Да, вообще, когда вот с возрастом приходит такое чувство, что хочется помочь, дать миру что-то, да, не обязательно только брать, да, а хочется работать там, где действительно нуждается. И вот разницу надо почувствовать, да. До этого я же ещё и частные, ну, частные консультации тоже давала, да. И, ну, разные были, конечно, обращения. И были и такие обращения, которые, вот, сделайте что, что, не знаю, что-то, да, сделайте меня, ну, чтобы я удивилась даже, как-то вот такие обращения не бывали. Или бывали, ну, как-то… – Помогите найти смысл жизни. – Да. А когда приходишь именно, ну, как тем людям, которые очень нуждаются, там как-то вот восприятие помощи совсем другое. И то, что ощущение того, что я могу оказать эту помощь, тоже вот совсем другие вещи. И вот этот момент мне очень понравился. И я хочу быть там, где во мне нуждается, в слуках психолога нуждается. Вот. – А как сами восстанавливаетесь после такого сложного служения? – Ну, я сама часто тоже советую и говорю, что не надо только работать и жить. Надо иметь много сфер, где, ну, была бы отдушина, да, например. То же самое творчество. Я хожу, например, в кружок хомуса, например, да, и мне очень нравится. Занимаюсь, ну, спортом, да, то есть не надо только одной работой жить и только вот в этом, да, это постоянно как бы разнообразность в своей жизни. Ну, я и заметила, когда пришла в медицину, заметила, что вот по леативе работают люди с сильной нервной системой. И те, которые вот хотят помочь, они могут дать. – Видимо, уже как-то вырабатывается, да, графина, какой-то иммунитет. Дополните что-то. – Ну, всё-таки палеотив – это не смерть, а продолжение жизни, улучшение качества жизни человека. Поэтому нельзя бояться статуса палеотивного. – Просто это другой взгляд на жизнь, да? – Болезнь меняет полностью какие-то приоритеты, расставляет иначе. Но это и возможность сделать свою жизнь более, наверное, такой внимательной самому к себе, да, в этот момент быть, быть более внимательным. Ну, и, наверное, научиться брать ту помощь, которая рядом. Спасибо вам большое ещё раз за то, что вы нашли время сегодня и рассказали, я уверена, полезную информацию. И те, кому она нужна, сегодня нас услышали. Дорогие слушатели и зрители, всем спасибо за внимание. Если вам нужна помощь таких специалистов, как психолог, медик, палеотивная помощь, то вы знаете теперь, к кому обратиться в нашем городе. Спасибо за внимание. Всем хорошего вечера.